Ребята мои, всем привет! Уже темнеет, качество плохое, но тем не менее, я думаю, что это не помешает вам услышать то, что я хочу до вас донести. Сейчас я со спа-центра, массажи, бани, спа, в общем, настолько кайфанула и решила, пока у меня это крутится в голове, мне нужно вам об этом рассказать. Вчера я читала комментарии, и одна женщина написала, взрослая женщина, мне кажется, ей где-то под 60 лет, то, что она видит во мне свою молодость, была такой же активной, да, но не смогла реализоваться, потому что ментальность и воспитание ей в этом помешали, да. Вот, и вы знаете, я вспомнила просто ту историю, которая со мной произошла, и почему вообще я всю жизнь хотела изменить себя, изменить свою жизнь. Я всегда мечтала зарабатывать. Почему? Я вспомнила, потому что это было у меня уже со студенчества, с юности. И вы знаете, что я помню, когда это или были старшие классы в школе, или это был только первый-второй курс, но мне кажется, я ещё была не замужем, а я вышла замуж в конце первого курса. Вот, и как-то я вижу, что на остановке стоит женщина, она уже в возрасте, ну, мне кажется, где-то ей 55-60 лет, и эта женщина очень скромно одета. На ней такая простенькая сумочка, пакетик, и она ждёт своего автобуса. И на тот момент я прям хорошо это помню, что так это врезалось прям в мою память, и я поняла, что я так жить не хочу. Я не хочу жить в этом, я не хочу ждать в этом возрасте свой автобус. Я вообще никогда в жизни не хочу ждать свой автобус. И я помню вот это вот чувство, когда я понимала, что не дай бог, что у меня будет жизнь такая же, я буду стоять, ждать автобуса своим маленьким пакетиком, скромно одета. Да, и я всегда знала, да, я не хочу никого обижать, ни свою маму, ни тех женщин, кто там того же поколения, вот. Я просто понимаю, что я не хочу жить так, как наши родители. Я хочу жить богато. Я хочу, чтобы у меня была шикарная машина. Я хочу, чтобы у меня был шикарный дом, квартиры, недвижимость. Я хочу, чтобы у меня был пассивный доход. Я много чего хочу, но я не хочу ждать автобуса на остановке. Вот, и вот этот случай, который дал мне рост ещё тогда. Да, да, просто я потом вышла замуж, я немножко об этом подзабыла. Я жила с детьми, там дети были маленькие, кормление грудью, совсем темно стало, да. Вот, кормление грудью пока не вырастает. Вы, наверное, все точно мамочки знаете, как это бывает, да. И в декрете ты немножко забываешь, вот. И потом через какое-то время уже, практически к 30 годам, я начала уже капитально работать над собой. Вот, просто капитально я уже начала покупать курсы со всех декретных денег. Я собирала все деньги, которые дарили мне на день рождения. И ещё больше в себя вкладывала. И сейчас я понимаю, что это было моё самое лучшее решение вкладывать в себя. Поэтому, дорогие мои, вот такая вот история, которая вообще в корне поменяла моё мышление, потому что я знала, как я не хочу. И если, кстати, вы не знаете, как вы хотите, боже мой, как темно. Вы не знаете, как вы хотите, просто подумайте, а как вы не хотите. Вот, и всё. И рядышком можно писать, а как вы хотите. Вот я не хочу ждать автобуса на остановке, но я хочу иметь свою крутую машину. Боже мой, он задоменит так быстро, кошмар. 30 километров в час где-то. Становится слишком темно. Я хочу пожелать вам того, чтобы вы выбирали лучшую жизнь, жизнь мечты и никогда не сдавались. Потому что это всё реально. Если в вашей голове это появилось, то значит, это реально в вашей жизни. Сто процентов. Вы самые лучшие люди. Огромное вам спасибо, что вы смотрите меня. Пожалуйста, пишите, комментируйте. Мне будет это очень и очень приятно, потому что для меня это важно. Всех целую, люблю. Отмечайте меня, кстати. Спасибо, кто меня отмечает. Дорогие мои, обнимаю. Жандармсов. Пока.